Привет, друзья! Вас приветствует Джакс, покоритель лесов Эдана. И сегодня мы будем приручать тролля с железным прутом на первом уровне. Этот бой будет гораздо сложнее и напряженнее, чем поединок с разбойником из прошлого видео. Потому что здесь учитывать нюансов приходится больше. Итак, давайте рассмотрим некоторые из них. И сразу передаем привет троллю из Готики 2. Бой с ним в чем-то похож на бой с троллем в Эликсе, но также и в чем-то разительно отличается. Схожесть в том, что как тот тролль, так и этот имеет одно слабое место. Это пятая точка. И бить его стоит именно туда. Но отличие, главное отличие в том, что этот Эликсовый тролль поворачивается гораздо быстрее. И вы не сможете его просто-напросто заспамить, как это было в Готике 2 Ночь Ворона. Здесь вам все-таки придется научиться уворачиваться от его ударов. Нужно просто-напросто запомнить его анимации. Их всего пять. И сейчас я расскажу о каждой из них. Вот сейчас он делает обычный Рык, который не наносит урон. Сейчас он сделал серию из трех атак. И в этот момент он является очень уязвимым. Именно после нее нужно заходить за спину и начинать спамить. Есть также вот такой удар лапой. Ну или ногой, называйте как хотите. Вот, опять же, он повторил свою серию из трех ударов по земле. Когда является очень уязвимым. Опять же, повторяет свой удар лапой. От него просто уходим. Устрашающий Рык урона не наносит. Опять же, повторяет серию. После нее, когда мы наносим свои удары, он обычно рычит. И снова лапой. Что-то он зачастил одно и то же. Вот сейчас будет. Вот. Следующая анимация, это взмах рукой. Он может делать взмах правой рукой или левой. В зависимости от того, с какой стороны вы находитесь. От него либо уходить. Просто уходить, если вы достаточно близко находитесь. Либо перекат. Сделать перекат в другую сторону. Если вы чувствуете, что до вас достают. Ну, пока он делает одни и те же анимации, расскажу, что так же он может кинуть камень. Он берет из земли, достает камень и кидает вас. Но это случается только тогда, когда вы отбегаете на достаточное расстояние от него. Если вы находитесь в непосредственной близости. И никуда не залазите, ни на какие скалы. То камень он не берет. Атакую только в ближнем бою. Что-то он не делает свою четвертую атаку. О которой я хотел рассказать. Это обычный удар двумя руками о землю. Сверху вниз. Такой еще с медленной подготовкой. Хотя это уже пятая получается атака, да? О которой я рассказал. Он может просто повернуться и ударить кулаками о землю. От нее тоже нужно либо уходить в сторону, если вы достаточно близко находитесь. Либо сделать кувырок. Кстати, от вот этой длинной серии атак, о которой я говорил. После которой вы оказываетесь у него за спиной и в самом удобном положении, чтобы бить. От него лучше уворачиваться под левую руку. Ну, по крайней мере, я так привык делать. Видите, что он начинает эту анимацию. Просто уворачивайтесь под левую руку и все. Он по вам не попадет. Нет, конечно, я тоже бывает ошибаюсь. И бывало попадался под его этот удар. Вот. Так делаю ворот и все. Но зачастую научиться этому можно очень быстро. Это не сложно к этому привыкнуть. Главное правило в бою с этим великаном не спешить. То есть, если вы будете думать о том, ой, как все долго. Дай-ка я его поспамлю побольше. Он какой-то неповоротливый. Начну чаще. Начну смелеть. То вас ждет смерть. В данном бою лучше делать от начала и до конца все не спеша. Как только начнете спешить, не готовиться к его анимациям, вас сразу ждет смерть. Я вам отвечаю. Учитывая даже то, что хитбоксы странно себя ведут. И попадают порой даже в тех местах, когда они должны были попасть по вам. Даже без учета того, что вы там можете ошибиться сами, да. Тут очень рандомный бой в этом плане. И лучше не спешить. Лучше выверенно делать с каждой анимацией. Работать отдельно. То есть, не пускать все на авось. А вось по мне не попадут. И можно побить быстрее. Нет, так не проканают. Теперь поговорим о том, как нам нужно атаковать тролля. Начнем с того, что, опять же, как я сказал в начале, бить его нужно в его самое слабое место. А именно, в его задницу. И зачастую этот вариант является возможным, когда он делает свою тройную серию. Вы просто перекатываетесь, забегаете за спину и начинаете атаку. Начинаем мы атаку, как обычно, с сильного удара. Кнопочка Е на клавиатуре. Но тут есть подводный камень. Дело в том, что вариантов сильной атаки у Джакса две или три. Не одна. И лишь одна из них является сто процентов верной для того, чтобы выполнить полную серию атак. То есть, сделать сильный удар, потом три слабых, и завершающий сильный кнопочкой Q. Заряженный. Вы поняли, да? Заполняем полоску серии, загорается кнопка Q, и мы выполняем спец-атаку, которая наносит больше всех урона. Так вот, из всех трех анимаций, лишь одна является единственной верной на этом уровне, для того, чтобы достичь полного заряда атаки. А именно, когда он делает сильный удар сверху вниз, такой, как сейчас. Вы сейчас увидели, вот, пример этой атаки. После чего, мы делаем второй обычный удар, если нажать в тайминг, он также делает сверху вниз этот удар. Тогда, шкала нашего комбо заполняется гораздо быстрее, и, соответственно, выполнить добивающую атаку из трех выпадов легче. Не, конечно, можно зарядить наш сильный удар и с другой комбинацией, но это гораздо сложнее. И дело в том, что сложнее сделать так, чтобы тролль именно станлощился после каждого удара. если вы делаете другой сильный удар, например, слева направо, и продолжаете спамить после него обычными ударами, то тролль может не почувствовать некоторых ударов, резко повернуться и ударить по вам. Либо вы успеете увернуться, либо нет, это уже зависит от рандома, от того, смогли ли вы среагировать вовремя. Или проводите уже полную серию и не сможете среагировать и увернуться. Но когда вы делаете серию с правильной сильной атакой в начале, то тролль скорее всего станлощится каждым ударом и не может вам ничего возразить. Понятно, что видите, он от моего третьего удара сейчас не засанлощился, но от четвертого засанлощился. Мне в этот раз повезло. Но до такого лучше не доводить. Лучше именно надеяться на правильную сильную атаку. В общем нюанс такой никогда не бейте тролля в бок или в лицо. Атакуйте всегда в спину, то есть по заднице. Он так и станлощится чаще, особенно если начнете с правильной сильной атаки. И вообще вы нанесете больше урона без опасности быть пораженным его ударами. иногда даже стоит прервать серию если вы видите что к примеру начали бить в спину не с той правильной сильной атаки вот как сейчас да я увидел что в принципе каждый удар станлощится поэтому продолжаю атаку но если вы видите что начало было допустим с размашистой сильной атаки или сильной атаки одной рукой там сверху вниз а не двумя руками да и хотите перестраховаться тем более если одним из ударов он не застанлощится то лучше конечно отойти прервать атаку но не рисковать ибо если он не станлощился он просто повернется и может так как сложность боя все таки агрессивная сложность комбо тяжелая в общем здесь рандома гораздо гораздо больше чем могло бы быть это так знаете может показаться что тролль неповоротливый в принципе все атаки читаемы и это легко но на деле произойти может вообще все что угодно то есть он может одним ударом застанлощится одним не застанлощится можете провести полную атаку можете даже один удар сделать и отбежать это все зависит опять же от того как поведет себя противник тот или иной момент с какой стороны вы вообще нанесли этот первый удар по сути многое зависит тут очень много тонких нюансов тренироваться тренироваться еще раз тренироваться понятное дело что получится это не с первой попытки банально из-за того что вы просто не сможете законтрить все возможные варианты развития событий да пусть вы выучили анимации и казалось бы от них уворачиваться не сложно но все варианты развития ситуации здесь ну очень рандомны и очень неприятны порой я я обрисовал лишь таки общее правило допустим бить в спину и стараться проводить свою серию только вот после его серии ну а произойти вообще может все что угодно поэтому главное не спешить опять же и отталкиваться именно от его анимации то есть не спавить саму в желании побыстрее его все-таки убить а именно отталкиваться от его поведения это главное все только так вы сможете одолеть тем временем сражаемся мы уже более 12 минут и под конец боя как вы видите я уже начал еще больше перестраховываться реже стали получаться у меня вот такие вот полные комбинации которые наносят больше урона опять же конечно не хотелось пропускать удар после такой проделанной титанической работы когда уже снял процентов под 70 хп но если вы уверены в себе то можете с таким же тщанием как и в начале атаковать каждый удар с полной серии но опять же выверенно чтобы делать это именно в нужный момент да если у вас это получается то конечно вы убьете его чуть-чуть быстрее ну а я в целом рассказал обо всем о чем хотел все нюансы упомянул дерзайте я уверен что у вас так же получится как у меня тренироваться тренироваться и еще раз тренироваться досматриваем боем до конца а потом анализируем и и и и и и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...